Я подвёл вас. Обещал вас защитить. Взгляните на меня. Я забочусь о своих людях. Мне вообще не хочется пихать их под пули, чтобы выяснить, у кого из нас пиписька больше. Остался только один человек, который должен умереть. И он умрёт от моей руки. Абсолютно нет. Нам нужно уходить. Рик. Знаешь что? Ты придурок, Рик. Правда? Скотт, что вы скажете о сезоне восьмом? Первые четыре эпизода будут такими, что, на мой взгляд, они взорвут телевидение. Приветствую, дорогие. Мне сложно делать этот обзор. За три дня после премьеры я уже написал столько у себя в группе и в ответах на ваши комменты, что придумать что-то оригинальное вряд ли у меня получится. Для меня эта сотая серия особенная, но даже не потому, что в ней было много бессмысленности и скуки. Скорее, из-за неё у меня несколько открылись глаза на то, что я раньше не замечал. Вы помните, как меня бомбило ещё полгода назад после финала седьмого сезона? Я думал тогда, что это всё было исключением из правил. Я понимал, что касс шоу в седьмом сезоне раздулся раза в четыре, и логично, что требовать от создателей тогда заоблачных виражей было глупо. Кроме того, и ругать финал сезона лично мне было тогда легко. Главная проблема той серии для меня была в том, что продюсеры перемудрили и угробили то, что было очень клёво показано в комиксе. Я всегда с особым трепетом относился к первооснове «Ходячих» за главному комиксу. Мне нравится, что там, как и в первых сезонах шоу, Роберт Киркман всегда ставил во главе человеческие отношения, и зомби-апокалипсис впервые показан не как трэш для ржача, а условия для показа реальной натуры людей. Но иногда оказывается, что и комикс бывает не идеальным, и его проблемы за общей любовью к объёмным персонажам буквально не замечаются. А того и больно мне, что на этот раз, кажется, постановщики решили сделать проще. Вы хотите канона? Получите! И тут же всплыли явные огрехи большого сюжета. Но давайте всё же разрежем эту откровенно плохую серию на кейсы, и я признаю также некоторые свои неточности, что я не замечал раньше. Точнём по порядку, и кейс номер один – это подготовка к войне и флэш-форварды с Риком. Я делал уже по этому поводу отдельное видео, из него я могу сделать только некоторые правки. Когда мы видим Рика с красными глазами и мокрой головой, это однозначно не Рик сегодня. Рик подавлен, он паникует, в его глазах видна абсолютная растерянность. И, наверное, сейчас уже обдумав всё, я должен признать, в этой серии есть и положительные моменты. Флэш-форварды Рика – это новая загадка для нас, которая, наверное, будет преследовать все серии сезона вплоть до финала. Я думаю, что не зря нам показали самым первым кадром сезона именно его замученного. Абсолютно точно, что это знак того, что Рик либо будет нести какие-то утраты за свои проступки, либо он будет стоять перед тяжким выбором. Скотт Гимпл написал сценарий этой серии и, мне кажется, имел в виду в своей голове определенный алгоритм, что зачем должно быть. Оттого интересно, что потом мы видим Рика, стоящего перед могилами в Хилтопе. Но внимательные зрители, к числу которых я, кстати, не отношусь, заметили, что могилы Глена и Абрахама в седьмом сезоне были в другом месте. А именно здесь же, но рядом. Теоретически, возможно, создатели, конечно, могли в очередной раз накосячить. Так, например, было с трупом толстого Джо в прошлом сезоне, который резко похудел после смерти. Или даже раненый глаз губернатора, который иногда менялся местами. Однако здесь можно заметить еще одну еле заметную деталь. Когда Рик стоит у могил, снаружи ничего не слышно. Но уже следующим кадром мы видим подготовку Хилтопа к войне и стук молотка кузнеца. Это уже точно наше время. Значит, это точно разные дни. Кроме того, меня не покидает игра с рубашками в этих сериях Рика. Когда Рик стоит в желтой рубашке у могилы, он о чем-то думает и, кажется, корит себя. Давайте будем честными. Мне кажется, за все время седьмого сезона Рику было предостаточно времени, чтобы свыкнуться с мыслью об уходе Глена. После 12 серии с Оленем Рик ни разу не вспомнил про Глена. И мне кажется, что тот момент для Рика был последний. Про Глена. Значит, Рик стоял у свежих могил. После первых флешфорвардов в начале мы снова видим флешфорвард часами и цветами один в один, как и в первый раз. Почему так? Гимпл совсем крякнулся на всю голову, чтобы показывать нам одно и то же, да еще и на первых минутах фильма. Да все до безумия просто. Обратите внимание, что в начале, когда Рик закрывает свои красные заплаканные глаза, сразу после них нам показывают трость и все остальное. То же самое нам показывают и когда Рик стоя у могил закатывает глаза. Напрашивается один единственный вывод. Что в первом, что во втором случае, Рик представляет свою идеальную жизнь без потрясений. Он просыпается в любимом доме, вокруг вечная весна, ему не надо торопиться, потому что на часах 8.24 можно проспать. Слышна его любимая музыка, люди работают снаружи без него. Система сообществ работает. Джудит подросла и нам ее показывают в упор. Ей 6 лет. Мишонный Карл живы. Что еще для счастья надо? Но вот что интересно, с Карлом почему-то поступает как-то не так. Он сюда залетает мимолетом, чтобы сказать, что он эту музыку не включал. И все люди иногда прогуливают. Назовите меня параноиком, но есть ощущение, что эти слова подошли бы не Карлу, а Рику в его сонном состоянии. Так говорит больное, раненое подсознание Рика, когда ему плохо. Это точно про него. Добавим сюда недавно появившиеся неподтвержденные пока слухи про смерть Карла в 9 серии, так как актер в ней был в крови и после нее его еще не видели на съемках. Они сделали гигантскую сову. Что? Люди воспринимают фестиваль слишком серьезно. Ну вот что интересно, если вдаваться в полную конспирологию, то почему она сказала «сова»? Сова вообще – это птица смерти. Она была, например, такой в Древней Египте. И что интересно, в Северной Америке, где находится сейчас США. И как ночная птица, сова – это еще символ грусти, ностальгии, одиночества. Поэтому, я думаю, здесь стоит задуматься. Возможно, как раз Скотт Гимпл еще кое-что имел в виду. И все-таки Рик опять узнает, что такое одиночество и грусть. Обратите внимание, как создатели заостряют внимание на фразе Рика «Это не про меня», которую он произносит здесь несколько раз. Война не про него, а спокойная жизнь про него. Это он видит в своих мечтах. По словам Эндрю Линкольна, после премьеры эпизода мы видели два альтернативных будущих для Рика. Первая, в котором Джудит уже выросла до 5-7 лет и второе будущее, в котором Рик, кажется, умирает. На вопрос журналистки, знает ли Энди, какое из них реально, он ответил, что да, и очень обеспокоен этим фактом. Другими словами, сам Линкольн невольно, кажется, проспойлерил одну важную загадку для шоу. Теперь мы точно знаем, что как минимум один из флэшфорвардов не является настоящим. И лично мне более нравится вариант с умирающим Риком, у которого в глазах проносится непройденное будущее из комикса. При этом, друзья, давайте сразу договоримся о следующем. Фразу умирающую Рик Линкольн произнес с приставкой «кажется», а потому не воспринимайте все как свершившийся факт. Сам актер все еще снимается в сезоне, и переживать его персонажа пока рано. К тому же сам Рик в финале говорит «Милость моя сильнее гнева моего». А значит, возможно, Ниган все же как-то убьет Карла, но Рик его простит и посадит в клетку. Кис номер два, и это диалоги. Да, я тебя прикрою. Мы же только познакомились. Мы все тут только познакомились. Ты молишься? Всегда хотел попробовать. А как насчет завтра? Ты уже представлял, каким оно будет? Да еще как. Только не уверен, что видел там себя. Еще один бой. Диалоги восьмого сезона это отдельная история, которую не спишешь на недостаток денег. Да, в США была забастовка сценаристов, но первую серию восьмого сезона полностью писал сам Скотт Гимпл, а уж ему-то денег точно хватает. Выступление лидеров сообществ это типичнейшая политагитка, которую я не готов слышать на митингах. В них не чувствовалось какой-то боли что ли. Скорее театр, причем очень плохой театр. Почему ты не веришь в искренность этих слов? Они не заставляют тебя задуматься о будущем. Вы скажете ты опять за свое. Но я снова напомню вам про комикс. Там в отличие от шоу не выступали все лидеры, а только Рик. Его речь была короткая. Там Рик не обещал, что он убьет всего одного человека и он не говорил о победе, как в свершившемся факте. В его словах там чувствовалась неуверенность, а потому какая-то внутренняя человеческая сторона. Третий кейс и это Карл. Вы не поверите, но наверное за долгое время именно Карл на фоне остальных здесь мне понравился больше всех. Мне понравилась его человеческая сторона по отношению к Сидику или Абуду. Мне понравилось, что у Карла нет мани и преследования в отличие от отца. Ну а поделиться пищей с голодным по-моему главное проявление гуманности. Мне нравится, что здесь Карл взрослый и не выскочка. Он не едет тайком, как в прошлом сезоне, в святилище. Он, оценив ситуацию, понимает, что дома он может оказаться нужнее. Чего нельзя, например, сказать у беременной Мэгги, которая, кажется, вообще забыла про свое положение. И если честно, мне кажется, что и продюсеры давно на это дело положили. Четвертый кейс – это спасители. Я искренне не понимаю Нигана, который говорит, что он заботится о своих людях, но при этом почему-то расставил их поодиночке на постах в окрестностях этого городка. То есть условно, и один Дэрил, исходя из легенды шоу, мог бы спокойно, а-ля Робин Гуд, истребить их всех поодиночку. И тогда спрашиваются, а в чем тогда та самая мощь армии спасителей, которая поставила на колени всех и вся? У меня вообще большой вопрос к создателям. Прошлый сезон закончился на очень однозначной ноте. Ниган собрал всех своих людей и во всеуслышание заявил, идем воевать. Но начинается сезон номер 8, и все спасители сидят по своим местам и ждут непонятно чего. Синяки на мешон зажили, Розита тоже кажется ого-го. То есть прошло не меньше двух недель. И что было в это время? Ниган оказывается трепло по сериалу? Или просто ему не хватило времени собрать всех на войну? В комиксе прошло не так много времени между первым нападением Рика на Нигана и войной. Но там, судя по пластырям на лице Андреа, это было недавно. Кейс номер 8, это святилище, и по-моему, только ленивый еще не сказал про зашкаливающий уровень бреда, который там творился. Начиная от двух дрыщей постовых, которые остались после отъезда большинства, и которых сняли, как пить дать. И вот здесь происходит самое интересное и горестное для меня. Надо признать, создатели серии позаимствовали очень многое из комикса. Но если почитать снова комикс, можно понять, что дьявол все-таки кроется в деталях. И что бы вы мне не говорили, но там все было чуточку логичнее. Да, в комиксе Ниган тоже стоял перед толпой, но тогда создавалось абсолютнейшее ощущение, что он стоял где-то на возвышенности и далеко. И поэтому попасть в него казалось тогда было не самой простой задачей. На самом же деле он стоял там на фургоне. Вторая причина в том, что Ниган в сериале вместе с собой вывел всех своих лейтенантов. И мне непонятна логика этого решения. Если ты чувствуешь опасность в свою сторону, зачем же ты выводишь всех под прицелы? Поставь кого-нибудь по нижним окнам, чтобы могли отстреливаться. Ниган в комиксе разговаривал в одиночку с Риком и как раз имел про запас снайперов. Третий аспект это балабольство Рика. При всех прочих Рик в принципе сказал почти все то же самое, что и было в комиксе, но как всегда есть один логичный аспект. В комиксе Рик не заводил считалочку и нападение начал Ниган с эффектного выстрела снайперов статиста, что было правильно. Конечно, кейс Грегори нельзя никак воспринимать, кроме как анекдот, хоть он и был так же в комиксе. Здесь же, как я уже сказал, Ниган выжимал ситуацию до последнего. И я не понимаю, на что он рассчитывал, но все-таки, видимо, он слишком хороший психолог. И на каком-то своем внутреннем уровне он, наверное, понимал по взгляду Рика, что тот не намерен его убивать. И в итоге оказалось, что писка у Нигана все-таки оказалась длиннее, чем у Рика. Кстати, монолог про писки был отвратителен и не достоин Нигана из комикса. Главный вопрос из всего этого, что думал Рик? Я все еще не догоняю. Он имел все козыри на руках, когда Ниган окончательно его послал нах. Но зачем-то стал шмалить вверх. Опять вы скажете, а в комиксе так же. Да хер вам. В комиксе Ниган начал атаку, убив человека Рика, и он успел сбежать с обстрела. А в сериале полное преимущество было на стороне Рика. Рассчитывать на гнилых мертвецов, когда ты в течение 15 минут имел все возможности совсем покончить, это совсем не похоже на прошлого Рика Граймса. Вы бы поверили, что этот Рик не смог завершить начатое. Исходя из всего этого, мне кажется, у Рика после смертей друзей развился своего рода комплекс жертвы по отношению к Нигану. И он не может превозмочь себя его убить, потому что подсознательно видит в нем более сильного альфа-самца. И он в принципе с Ниганом согласен по поводу жертв. Хотя сам себе в этом не признается. Четвертый аспект. На кой нужен вообще был этот автобус со взрывчаткой. Я понимаю, теоретически это могло бы смотреться жирно на экране, но сука, даже вместо взрыва мы увидели черный экран, Карл. Мертвецы и так шли в сторону святилища, ведомые Дэрилом, и проломать забор можно было абсолютно любой машиной. Звук бьющегося стекла и так бы привлек мертвецов. В итоге взрыв даже сослужил худшую роль, если вы обратили внимание. Он не убил ни одного спасителя, зато разорвал несколько ходячих. Считать, что спасители не смогут укрыться в каменном здании с железными дверями от гнилых мертвецов вверх инфантилизма. А значит, что мы имеем в итоге? Два убитых статиста, сломанный забор, просто несметное количество впустую потраченных патронов, нового пленника Габриэля и новые приключения в будущем на свою задницу. Это и был тот самый большой план Рика Граймса. Знаете, что мне все же понравилось в финале этой серии? Мне понравилось, что Рик не соврал и сообщил Дэрилу, что зассал в самый последний момент и не убил Нигана. Он, конечно, лукавит, когда говорит, что Габи не дал ему убить Нигана, потому что с его меткостью ему не хватило бы и двух магазинов его расстрелять. В сериале, в принципе, напрочь положили на тему оружия и боеприпасов. Мы знаем, что в самой Александрии оружия мало, потому что половину забрали мусорщики. Значит, по большей части сообществом помогло королевство. Ну а там, откуда целый склад всего оказался? Наверное, мы об этом и никогда не узнаем. В комиксе было все немного продуманнее и там, чтобы обеспечить всех, пахали две ночи и два дня без сна Юджинса компания. Вообще, мне кажется, конечно, что эта серия уже разошлась на мемы. Некоторые вы уже видели на моем канале в моей группе, но прикол с патронами буквально все перевершил. Даже в финале серии после нападения на святилище Король, Кэрол и еще десяток статистов стали просто шмолить в кого-то одного А что же насчет так долго ожидаемых отсылок, которых обещали нам создатели? Да ничего. Главную сцену отсылку к первой серии слили еще в сникпике уже давно. Цветок на сцене Кэрол мы тоже это видели. Потенциально могла бы быть интересной зомби-девушка, которая снималась с детства в пилоте сериала. Многие это пропустили, но это действительно была та самая девочка. Но ее нам показали всего на 2 секунды Карл и издали. Это называется отсылка. Почему нельзя было заряжать внимание на ней хотя бы на полминуты, чтобы Рику показалось, что это та самая первая его зомби. Это могла бы быть действительно потенциально красивая отсылка, но на нее забили болт и от этого обидно. Возможно, чтобы не давать лишний повод Фрэнку Дарабонту обвинять их в копировании его эпизодов. Потом мне писали на стриме, что оказывается Ниган произнес фразу, которую когда-то сказал Шейн. Позволь мне кое-что спросить тебя, Рик. Твою ж мать. И что? Сколько миллионов человек это заметили? Тут есть такие? Я нет. Слабо, дорогие друзья, очень слабо для соточки. Что в итоге мы имеем? Для меня это однозначно худший старт сезона за все время и мне жутко обидно это признавать, имея ввиду, что это юбилейный эпизод. Мне абсолютно непонятно, что происходит с продюсерами. Я не могу согласиться с людьми, которые говорят, что Скотт Гимпл бесталанный сценарист, который все только портит. Я вам напомню, что Скотт, мать его Гимпл, сделал крутейшую финальную схватку с губернатором в четвертом сезоне, разгром терминусов в пятом сезоне, нашествие зомби в Александрию в шестом сезоне и это все одни из самых рейтинговых качественных серий шоу. Но смерти Абрахама и Глена как будто бы отняли вдохновение у сценаристов и все, что мы смотрим, начиная со второй половины седьмого сезона, напоминает скорее самопародию себя же первых лет. Что произошло? Мы видели еще неделю назад шикарную по драматизму, выдержанную в лучших традициях ходячих финальную серию Бойтесь, ходячих мертвецов. И сейчас видим безэмоциональные диалоги хороших актеров, которые хочется промотать, пустых статистов и бессметное количество непонятно зачем разбитых окон драгоценными пулями. Что это? У меня есть на этот счет одна конспирологическая теория. Помните, где-то месяца два-три назад почти все продюсеры канала подали на АМС в суд с рекордным Ивском в миллиард долларов. Друзья, а может последний год мы и видим последствия этого долга перед продюсерами на экранах? Киркману банально неинтересна заниматься корректурой этих слабых сценариев и мы с вами видим то, что видим. В итоге именно мы с вами становимся жертвами чужих разборок за огромные деньги. Однозначно конца этому не видно, если вспомните судебную тяжбу с Дарабонтом, которая длится уже шестой год. Я надеюсь, что возможно создатели не сольют линию плачущего Рика и мы действительно узнаем, почему он стоял возле двух свежих могил и это будет обыграно хотя бы как в первой серии седьмого сезона. Ну а это на данный момент все. Обязательно подписывайтесь на канал, делитесь роликом с друзьями, ставьте нравки, вступайте в группу вконтактике обязательно. Спасибо всем. Извините, что так долго рассказывал. Извините, что так долго ждали ролик. Для меня он дался слишком тяжело. Спасибо вам большое. Всех благ и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова